Сегодня хочу поговорить о выборе брокера вновь, потому что недавно видел рейтинг у одного блогера, и там тот брокер, у которого я нахожусь, это открытие, стоял на седьмом месте, на самом последнем, а на первом ВТБ. У меня в рейтинге они прямо противоположные, поэтому сейчас я попытаюсь объяснить почему. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Но вот мне что заело в этом блогере, что в самом начале, преамбула, он говорит по поводу брокера. У брокера и у нас, как у клиентов, диаметрально противоположные интересы. Это первое, что он сказал. Я тут сразу, так почему? Вот, он говорит, у брокера главная задача содрать с нас побольше денег. И, а у нас самая главная задача, как можно меньше дать брокеру. И вот это меня прямо задело, потому что, ну, вот, друзья мои, мы живем в мире, в котором, ну, вот, то, что кругом враги, это вот проникает во все сферы жизни. У нас государство, у нас все кругом враги, у нас вообще нет друзей, уже не осталось. Все нам враги, все хотят нас убить, ограбить и так далее. Я сколько путешествую по Европе, никто там не хочет нас, так сказать, они вообще о нас хотят. Они не знают, где мы находимся. Вот, многие. Точно так же отношения у нас населения с государством. Государство хочет нас ограбить, обложить налогами и так далее, забрать последнее. Да, господин, что брать с нищего. Вот, и точно так же вот ко всем отношениям. И я думаю, что такое отношение идет от опыта общения с форекс-дилерами, с дилерами форекс. Там, конечно, именно так, потому что там завлекают как раз баснословными прибылями, там говорят, мы тебе поможем сейчас. И на самом деле главная задача на рынке форекс как раз именно забрать ваш депозит. Они его просто сразу забирают, вы его уже оттуда никогда не возьмете назад. И главная задача их доказать, что вы сами виноваты в том, что вы его потеряли. То есть, предложить вам какие-то максимально выгодные сделки, которые приведут к максимально быстрому сливу вашего депозита. Это на рынке форекс. На московской бирже все наоборот. И вот этот блогер рассматривал, в принципе, достаточно логично. По количеству клиентов активных он распределил брокеров с биржи. И он в рейтинге представил следующих брокеров. Это открытие, БКС, Финам, Тиньков, Сбер, ВТБ и Альфа. Вот такие брокеры. Я с выбором согласен, в принципе, хороший наборчик такой. Поэтому давайте пройдемся по этим брокерам. Но, смотрите, прежде всего, комиссии и так далее. Брокер хочет нас разуть. Я уверен, уверен, что... Ну и Стивен Кови тоже самое говорит, скажем, что он автор стратегии win-win. То есть выиграл-выиграл. То есть самый лучший метод ведения бизнеса, а брокерское дело – это бизнес, это win-win. То есть выигрыш и должен остаться и клиент, и компания. И тогда такой бизнес будет наиболее успешен. То есть брокер именно заинтересован, я уверен в этом. И я неоднократно убеждался, что брокер как раз заинтересован в том, чтобы вы стали богаче. Я исхожу из этого. Если вы не согласны, напишите в комментарии, что брокер хочет нас разуть, обмануть и так далее, ограбить. Вот, напишите. Но я очень много общался с брокером. Ну, естественно, это было открытие. Но, кроме того, я общался и с финам, с людьми из финам. То есть я как бы знаю этих людей. Общался с людьми с биржи СПБ. Общался с людьми из БКС. И я как-то вот во время общения, я не видел вообще никого из них, кто призывал бы к торговле на срочном рынке, что там можно заработать. Там действительно можно заработать бешеные деньги, наобещать можно гору всего, но никто из них, так они всегда с улыбкой, ну, срочный рынок, понятно, да, из Форекса ты пришел, конечно, сейчас надеешься заработать. Ну, ну, давай. Вот. Все они как раз говорили про консервативные инвестиции, говорят. Все говорят про облигации, которые вообще доходность не дают. Они говорят, зато надежность главное. То есть брокер всегда вот во всех беседах всегда стоит, ну вот, на мой взгляд, на стороне клиентов. И поэтому брокер предлагает самые интересные и самые простые для начинающих, для новичков решения. Вот я в этом убежден. И давайте посмотрим теперь, ну, с точки зрения, с точки зрения, с разных точек зрения. Какие это будут точки зрения? Первое, значит, это комиссии. Комиссии, во-первых, размер комиссий, во-вторых, простота комиссий, простота тарифов, набор инструментов для инвестирования, которые предоставляют брокеры, мобильные приложения, техподдержка и надежность. Ну, что, давайте с надежности, с последней начнем. Вот по надежности люди говорят, какой брокер надежнее, какой брокер надежнее. Друзья мои, ну, во-первых, и из этого набора, и из любых других, как бы, позиций, любой брокер, который дает доступ на московскую биржу, он абсолютно надежен. Точка. То есть, здесь никаких вот у меня претензий нет. Значит, смотрите, есть, опять же, открытие БКС Финам Тинькофф, Сбер, ВТБ, Альфа. Все абсолютно надежны. Все. Здесь точка по надежности. Никаких рейтингов. Простота тарифов. Конечно, мы хотим, чтобы тарифы были не запутаны. И вот он говорил, что там у открытия, там 165 страниц, там какие-то вот, ну, как масса тарифов. Вот, простота тарифов. Ну, по простоте тарифов на первом месте стоит, безусловно, Тинькофф. Безусловно. Всего два тарифа. Максимально простые. На одной страничке все помещается. Все. То есть, там вообще твердое первое место. Второе место, тоже твердое, я считаю, это Альфа. Альфа Директ. Максимально простые комиссии. Максимально все понятно. И тоже, так сказать, там никаких вариантов особых. Там очень просто все. Никакого, как бы, для мухляжа нет варианта. На третьем месте я бы поставил Сбер. Сбербанк. Очень неплохой брокер и весьма хорошей комиссией. Честно скажу. Вот. На четвертом месте, вот, я думаю, что по простоте идет открытие. Действительно, там минимальное количество тарифов, на мой взгляд, и минимальное количество, ну, как бы, вообще, что написано, то и берут. Вот честно скажу. Вот. И там, да, действительно, можно скачать PDF-файл, где все тарифы, включая, так сказать, там, какие-то архивные. Архивные. Но и там, действительно, хрен вот эти страницы, ничего не поймешь. Я долго пытался понять и понял, что все вот эти формулы, которые там есть, они идут на уменьшение этих комиссий. То есть комиссии будут либо те, которые вот на первой странице, самые простые, либо меньше, причем сильно меньше. Больше не будут. Вот это важно. Вот. Значит, на пятом месте у меня по комиссиям БКС стоит. По размеру комиссий, по простоте комиссий. Там тоже все очень просто. Ну, на шестом ВТБ, на седьмом Финам. В Финаме я с комиссиями, ну, никак не могу разобраться. Там какие-то тарифы. Первый тариф какой-то там, который они предлагают, он, так сказать, с высокими комиссиями. Почему-то остальные, так сказать, тарифы там надо смотреть. Этот предоставляет то, этот не то предоставляет. А потом в самом, значит, где-то там это самое общее для всех. Значит, минимальная сумма, минимальная комиссия при сделке, там 43 рубля. То есть смотришь, вроде комиссия-то хорошая и вроде лучше, чем в открытии. А потом минимальная комиссия за сделку 43 рубля. Причем сделка является там, как бы если она состоит из нескольких сделок, то там минимальная. То есть, короче говоря, запутаешься и есть простор для творчества. Финам на последнем месте у меня. Вот. Но ВТБ тоже не лучший. Не лучший. Теперь дальше. Размер комиссии. По размеру комиссии. Я считаю, смотрите, что размер комиссии, это на самом деле, я тоже думал сначала, что это главное, что это важно. Но, во-первых, что мы хотим? Мы хотим получить качественную услугу. Правильно? Мы хотим получить качественную услугу. Мы хотим, чтобы брокер помогал нам, ну, как бы вот, качественно инвестировать. И мы хотим за это заплатить поменьше. Ну, что вы хотите? Вы хотите, сказать, это самое, заплатить поменьше, а получить конфетку? Ну-ну. Вот. Поэтому, ну, вот с такой точки зрения. И когда вот в открытии на семинаре я присутствую, и там такие, ну, инвесторы там по 100 миллионов как-то вот в активах там рублей, вот, может и долларов, черт их знает. Ну, как-то вот они там такие вопросы задавали. Ну, видно, что много денег у людей, очень много, судя по вопросам. Вот. Я говорю, а, ну, там, из разговора получается, что они в БКСе находятся. Я говорю, а почему БКС? Там же вроде комиссии высокие и так далее. Я говорю, да какая разница, какие комиссии, так сказать, там, ну, в БКСе там как-то и набор инструментов получше, и, значит, там, доступ какой-то получше. Вот так. То есть вот. Ну, а люди, у которых там до 50 тысяч рублей, ну, конечно, выбирайте комиссии. Но по комиссиям на первом месте, наверное, я вот здесь не знаю. Напишите, пожалуйста, по комиссиям рейтинг, как вы считаете, какой лучше. Ну, на мой взгляд, по комиссиям самая низкая комиссия при небольшом вкладе будет у Альфа Директ. На втором месте, ну, судя по тому, что пишут мне люди, на втором месте будет, наверное, ВТБ. На третьем, судя по всему, Сбербанк будет. На четвертое открытие. На пятом Тиньков, на шестом, после открытия идет БКС, потом Тиньков, потом Финам. Но, опять же, у Тинькова, как я уже сказал, максимально простые тарифы, поэтому там все зависит от интенсивности торговли. Потому что, при одной интенсивности, там, на первом месте, ну, Альфа, наверное, все-таки на первом месте, вот, из этой семерки будет в любом случае. А кто там дальше, ВТБ, Сбербанк, открытие, непонятно. У открытия, например, у меня там совсем маленькие комиссии, если честно. Вот. По набору инструментов. Смотрите. Ну, во-первых, что такое набор инструментов? Есть стандартный набор инструментов, это фондовый рынок и валютный рынок, это... Нет, фондовый рынок. Фондовый рынок доступ дают абсолютно все. Вот. Но, есть еще валютный рынок, и, скажем, уже к валютному рынку уже доступ какой-то становится странный. Например, у Сбербанка странновато как-то все это выглядит. У Тинькова как-то вот, ну, не очевидно, по крайней мере. Ну, а остальные, наверное, дают одинаково легко доступ к валютному рынку. Есть еще срочный рынок, на котором торгуются фьючерсы и опционы. Так вот, значит, есть традиционные брокеры, это открытие, БКС, Финам. А все. Открытие, БКС, Финам. Они дают доступ абсолютно ко всем инструментам. Значит, смотрите, дальше идет Альфа-банк. В Альфа-банке есть фьючерсы, но нет опционов. Нету. Вот. ВТБ. А, ВТБ дает все. Доступ ко всему, и я так понимаю, что к опционам тоже. Сбербанк. Фьючерсы есть, опционов нет. Вот. Тинькофф. А у Тинькоффа нет срочного рынка вообще ни фьючерсов, ни опционов. Фьючерсы, не знаю, так сказать, вроде должны появиться. Опционов там не будет, скорее всего. Вот. Вот так. То есть, если вы хотите торговать фьючерсы и опционы, это, пожалуйста, БКС, открытие, Финам, ну, ВТБ. Вот. Мобильное приложение. Мобильное приложение есть практически у всех брокеров, насколько я понимаю. Самое простое, самое легкое, самое, ну, как бы, доступное мобильное приложение, мне кажется, у Тинькоффа, оно, так сказать, ну, такое вот, можно сказать, всеобъемлющее. Там для новичков прямо вот максимально удобно и максимально удобно переводить деньги с карточки на Тинькоффа инвестиции и наоборот. То есть, там все очень просто. Витрина инструментов тоже очень хорошая и прямо вот там максимум информации, мне кажется. Ну, а что могу сказать про остальных? Альфа-банк странновато. Вот, у меня открытие, мне нравится. Последнее время мобильное приложение у открытия стало намного лучше. И вот в том обзоре там человек говорил, что нельзя поставить стоп-заявки и так далее. Сейчас все это можно в открытии поставить. В открытии какой-то невообразимо какой-то широкий набор инструментов в личном кабинете. Там масса всего. Мне нравится, но, может быть, он не такой удобный, как у Тинькоффа. Альфа. У Альфа, насколько я помню, там надо ставить два приложения, и они немножечко странноваты, конечно, они там как бы необычно все смотрятся, но неплохо. Вот. ВТБ хвалят. Я не знаю ничего про ВТБ, не могу сказать, но хвалят. Финам очень хорошее мобильное приложение, ничего не могу сказать. Там в Финаме максимум, по-моему, инструментов, максимум информации. я после Тинькова поставил бы на второе место Финам, на третье открытие. Сбербанк, Сбербанк тоже очень хорошее приложение, ничего не могу сказать. Хорошее приложение у Сбербанка. У БКС тоже очень хорошее приложение. Очень хорошее приложение у брокера БКС. Там вообще шикарно. Так, что еще у нас? Техподдержка. То есть, мы хотим, конечно, чтобы было минимальной комиссии, но мы хотим, значит, там, звонить в техподдержку и получать максимально квалифицированные ответы. У открытия всегда была хорошая техподдержка, но с какого-то момента количество клиентов у открытия стало бешено расти, и техподдержка, ну, какое-то время перестала справляться, то есть, там, время ожидания ответа было увеличено. Сейчас открытие предприняло серьезные попытки улучшить вот эту техподдержку, и сейчас все, ну, как бы, я дозваниваюсь, в принципе, достаточно быстро до брокера. Еще, что могу сказать, что техподдержка у открытия всегда достаточно квалифицирована, на мой взгляд. Ну, и может быть, у меня менеджер хороший, личный, то есть, он всегда мне помогает, вот, в сложных ситуациях. Вот, что еще? Альфа, не знаю про техподдержку, ничего. Финам, очень хорошая техподдержка, я уверен, ВТБ, не знаю, Сбербанк, из рук вон плохая техподдержка будет, ну, то есть, не то, что из рук вон плохая, то есть, там, наверное, ответят что-то, но квалифицированную техподдержку по инвестициям в Сбербанке не ждите, то есть, там, менеджеры, они из банка, не, не будет. Вот, Тиньков, смотрите, у Тинькова, что хорошо, очень быстрый отклик, но дальше вас начнут футболить туда-сюда-обратно, значит, там, по специалистам, и, если вопрос сложный, то в конце концов вы дойдете, так сказать, после многочисленных отфутболиваний до, в принципе, нормального специалиста. Вот, но ответ будет очень быстрый, и там очень хорошо поставлен вот этот чат-бот, так сказать, там, искусственный интеллект и так далее, большую часть вопросов разруливает именно он с техподдержкой, но напишите, пожалуйста, вот, про своего брокера, какая у него техподдержка, и по поводу инструментов, смотрите, я уже сказал, что максимальный набор инструментов дает БКС, открытие, Финам, ну, и вроде как ВТБ, вот, и по поводу всяких структурных продуктов. Структурные продукты, которые, ну, как многие говорят, что это вот брокер что-то впаривает и так далее, вот, структурные продукты, они как раз помогают начинающим инвесторам сделать нормальный выбор, ничего не зная про инвестиции, и это, на мой взгляд, очень хорошо. Самый большой набор структурных продуктов, это дает брокер БКС, на втором месте я поставил бы открытие, ну, просто, так сказать, я об этом много рассказываю, мне постоянно, ну, сыплются эти структурные продукты, но я вижу, что структурных продуктов больше в БКС. Немало структурных продуктов дает Сбербанк, но они какие-то малодоходные, вот, надежные, ну, как все в Сбербанке, надежные, но доходность никакая, но надежные, вот, там тоже есть масса продуктов таких, альфа, честно говоря, не знаю ничего про структурные продукты, ВТБ, ну, вот, я не знаю, у меня вот прямо вот, ну, не могу я, у меня отторжение к ВТБ, вот, посмотрите, я захожу на сайт, вот, тарифы ВТБ, тарифы ВТБ, говорят, они максимально простые, я вот смотрю, базовые, мой онлайн, инвестор, инвестор стандарт, там, профессиональный стандарт, комиссия брокера за сделки 0,05 от суммы, ну, неплохо, да, так сказать, как у всех, комиссия за сделки с ценными бумагами, а, с ценными бумагами и валютой, комиссия брокера, комиссия биржи, так, 0,05 плюс 0,01, 0,06, уже больше, так, комиссия биржи за сделки с валютой от одного, так сказать, тра-та-та, тра-та-та, комиссия депозитария, это вот конек у них, бесплатно, за хранение ценных бумаг, почему, потому что ценные бумаги хранятся именно у брокера ВТБ, а не в центральном депозитарии, хорошо это или плохо, судить вам, но здесь бесплатно, это хорошо, вот, инвестор стандарт, тут немножечко меньше комиссия, и, комиссия депозитария за хранение ценных бумаг, 150 рублей, ну, как у всех, в общем-то, вот, а, дальше, вот мы идем, 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 профессиональный, владельцем пакета Prime, но это вообще, значит, там запредельно все, по всем тарифам, можно купить и продать без комиссии, и дальше идет впаривание продуктов, ну, ВТБ, ну, ладно, это без комиссии хорошо, комиссия брокера за сделки на срочном рынке, 1 рублей за контракт, много, ребята, много, вот что мне не понравилось, вот это вот, скидки и бонусы, для акционеров ВТБ, комиссия за обслуживание меньше, 105 рублей в месяц, если на счете от полутора миллионов акций ВТБ, 60 рублей в месяц, если там тра-та-та, 30 рублей в месяц, если на счете 45 миллионов акций ВТБ, то есть в месяц обслуживание все-таки есть, и оно зависит от того, купили вы акции ВТБ или нет, ну, я не знаю, ну, я человек уже в возрасте, я помню Советский Союз, и когда там продавали дефицит, так сказать, товар продавали с нагрузкой, вот это вот для меня нагрузка, и для меня это сразу, не могу, мне не нравится это, вот, ну, и получается, что в месяц тоже тариф какой-то есть, ну, я бы не сказал, что он простой, и я скачал тоже PDF-файл, ну, вот он, вот такой вот PDF-файл, тут как бы, сейчас он стал легче, прямо скажем, потому что, когда я раньше скачивал, там вообще был мрак, вот, сейчас его можно уже понять как-то, но тоже он такой, не маленький этот файл, ну, вот как бы так, напишите, согласны вы или нет, какой у вас брокер, какие вы считаете преимущества, и считаете ли вы, что комиссия это главное, и что вы считаете главным, просто вот я не знаю, потому что, скажем, смотрите, вы выбрали брокера, с минимальной комиссией, вообще все хорошо, но какой-то день, паника на бирже, и вы остаетесь один на один со своими проблемами, и вот в этот день вы можете потерять, скажем, очень-очень много, потому что вы просто не сможете даже просто выставить заявку, вот в чем дело, я помню обвал, когда вот был в марте месяце, и люди говорят, слушай, я не могу, так сказать, 20 минут, или там 30 минут, просто открыть квик, чтобы, так сказать, был доступ к бирже, потому что нет доступа, нету доступа, заявку нельзя выставить, то есть смотришь, рынок падает, смотришь, как деньги твои тают, и думаешь, блин, как хорошо, что я сэкономил на комиссиях 400 рублей за год, а сейчас я потеряю на этом 20 тысяч рублей, ну и где эта экономия, понимаете, вот, очень важно, чтобы была надежная связь с биржей, у брокера открытие, 7 серверов, и когда возникает вот такая ситуация, повышенная как бы активность инвесторов, у меня в квике появляется, что значит, слушайте, кажется, будет повышенная активность, поэтому брокер, значит, если вы не успеете, ну как бы ваши заявки обрабатываются долго, переходите на резервный сервер, M10, или второй резервный сервер, все, так сказать, дают доступ там ко всем торгам, и так далее, понимаете, чтобы не было перебоев, чтобы не было перебоев в торговле, чтобы вы не потеряли, потому что брокер дает вот эту вот повышенную, как бы, связь, во-первых, во-вторых, ну скажем, PSB, например, да, там два сервера, здесь семь или восемь серверов, и там больше их на самом деле, но там уже для крутых совсем, вот, что еще, элементарно, то есть некоторые жалуются у меня, используют лишь, что на выходных не могу открыть квик, и, значит, посмотреть на свой счет, потому что просто выходной, и все, они не работают, ну как это так, зато дешево, вот, но в остальном, ну, не знаю, комиссии, это вот, как мне вот эти вот крутые, скажем, инвесторы, у которых 100 миллионов, сказал, да какая разница, там, что, комиссия 170 рублей, какие проблемы, вот, главное, это не в этом, как вы считаете, прав я или нет, и поделитесь своими соображениями, на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, с вами был Деменков Юрий.